Среди крупных мировых автопроизводителей компания Suzuki оставалась единственной, у которой до сих пор не было электромобилей. Но теперь и она вступает в электрическую эру. Для создания собственных батарейных машин фирма Suzuki несколько лет назад заручилась поддержкой концерна Toyota, но разработкой первой модели занялась вовсе не японская штаб-квартира. А индийская Maruti Suzuki. Производство электрической модели Suzuki Vitara запланировано в Индии с началом в марте 2025 года. Эти автомобили будут выпускаться как для внутреннего рынка, так и для экспорта. Половина всего производства направится в Японию и Европу. Именно поэтому премьера электрокара Suzuki Vitara состоялась не в Индии, а в Италии, ближе к ключевым экспортным рынкам. Новый электромобиль будет доступен в версиях с передним и полным приводом, а также с выбором из двух литий-железа фосфатных аккумуляторов. Новая модель Suzuki не заменит бензиновую Vitara, которая недавно обновилась, а дополнит линейку, предлагая что-то новое и оригинальное. Внешне она совсем не похожа на популярную Vitara, скорее напоминает прошлогодний концепт Suzuki и VX. Что касается дизайна, Suzuki говорит о теме высокие технологии и приключения, своего рода сочетании современность электромобиля и надежность японского кроссовера. Пластиковые панели на угловатых колесных арках, порогах и бампере подчеркивают внедорожный характер, а плавная линия крыши добавляет динамики. Спереди и сзади установлены матричные светодиодные фары. Электромобиль оснащен портом для зарядки на левом крыле, а задние дверные ручки скрыты в кузове, что придает стиль и улучшает аэродинамику. При длине 4275 мм электрическая Vitara на 100 мм длиннее бензиновой версии, а колесная база увеличится на 200 мм до 2700 мм. Новый электромобиль также шире на 50 мм и выше на 25 мм, и его ширина и высота составляют 1800 и 1635 мм соответственно. Дорожный просвет составляет 180 мм. Неудивительно, что он также намного тяжелее почти на 600 кг. Самая легкая версия весит 1702 кг, в то время как полноприводная версия с двумя двигателями весит около 1900 кг. Электромобиль будет комплектоваться колесными дисками на 18 или 19 дюймов в зависимости от комплектации. Электрическая Vitara базируется на недавно разработанной платформе для электромобилей, которую Suzuki разработала совместно с Toyota и Daihatsu. Некоторые технические детали еще не объявлены, но при этом указано, что тепловой насос будет установлен в стандартной комплектации. А также будут доступны два размера аккумуляторов – 49 и 61 кВт-часа. Начальный уровень электрической Vitara будет использовать аккумулятор на 49 кВт-часа и электродвигатель спереди, который выдает 144 л.с. и 189 Нм. крутящего момента. Средняя конфигурация получает более крупный аккумулятор на 61 кВт-часа, а также электромотор на 174 л.с., который приводит в движение передние колеса. Между тем, топовая версия Suzuki сочетает ту же батарею, но уже с двумя электромоторами, по одному на каждой оси, которые вместе обеспечивают мощность 185 л.с. и крутящий момент 300 Нм. Запас хода ни для одной из версий автопризводитель не назвал. Но при этом Suzuki утверждает, что легкая конструкция модели, короткие свесы и отсутствие элементов под полом позволяет максимально увеличить емкость аккумулятора. Хотя можно предположить, что максимальный запас хода будет составлять около 400 км в лучших условиях. На фоне быстро развивающегося рынка электромобилей, где конкуренты уже предлагают модели с большими батареями и внушительным запасом хода, это может показаться скромным показателем. Зато зарядка радует. Кроссовер поддерживает мощность до 150 кВт, благодаря чему можно зарядить батарею с 15 до 70% примерно за 30 минут. Это хороший бонус для тех, кто не любит подолгу стоять у зарядных станций. Кроме того, полноприводная версия оснащена системой All-Grip. Это усовершенствованная электрическая система полного привода, которая, по заявлению Suzuki, обеспечивает не только высокую производительность, но и позволяет точно управлять автомобилем с превосходной отзывчивостью. Suzuki утверждает, что ее новая система All-Grip обеспечивает высокую производительность. Режим Trail превращает автомобиль в настоящего внедорожного помощника, готового справиться с неровностями и скользкими участками дороги. Он умело использует торможения на колесах, которые буксуют, и в то же время передает больше крутящего момента на противоположные колеса. Такой подход обеспечивает уверенное сцепление и улучшенную тягу, что напоминает работу дифференциала повышенного трения. А также доступны обычные режимы движения Normal, Eco и Sport. Интерьер новой Vitara продолжает ту же брутальную тематику, что и экстерьер, но на этот раз с явным уклоном в современность. Здесь широкий дизайн приборной панели и новейшая мультимедийная система сразу привлекают внимание – два 10-дюймовых экрана. Цифровая приборная панель и центральный дисплей установлены высоко на панели и визуально объединены в один блок. Насколько удобно такое расположение, пока остается под вопросом. Рулевое колесо также обновилось. Теперь оно имеет всего две спицы и стильную плоскую нижнюю часть. Также можно заметить минималистичную центральную консоль. Здесь только самое нужное. Несколько физических кнопок для управления климат-контролем, чтобы не отвлекаться во время вождения. Внизу удобно разместилось беспроводное зарядное устройство для телефона, чуть выше пара подстаканников и кнопки, отвечающие за режимы движения по бездорожью и спуск с горы. Под центральной консолью просторный отсек для хранения вещей, а также порты для зарядки. Интерьер будет доступен в однотонном и двухцветном исполнении с глянцево-черной отделкой центральной консоли и отделкой под металл вокруг квадратных вентиляционных отверстий. Сузуки не раскрыла полные характеристики и не предоставила информации, какие именно функции будет предлагать электрическая Витара. Однако кнопки на рулевом колесе указывают на то, что автомобиль будет оснащен адаптивным круиз-контролем и системой удержания полосы движения. Весной 2025 года в Индии начнется производство электрической Сузуки Витара и уже летом она появится в Европе. Полные характеристики и цены на эту новинку компания планирует раскрыть ближе к старту продаж. Ожидается, что Сузуки Витара станет достойным конкурентом таким моделям, как Kia EV3 с ценником от 36 тысяч и Skoda L-Rock от 34 тысяч евро. Однако, скорее всего, для завоевания рынка Сузуки намерена предложить более привлекательную цену, сделав Витара доступной и для тех, кто ищет качественный электромобиль по разумной стоимости. Электрическая Сузуки Витара – это не просто новинка в модельном ряду, а важный шаг бренда к климатической нейтральности и укреплению позиций на рынке электромобилей. С ее техническими характеристиками и свежим дизайном Витара готова завоевать сердца автолюбителей как в Европе, так и за ее пределами. Этот электромобиль не только отвечает актуальным трендам электрификации, но и сохраняет главные ценности Сузуки – производительность, надежность и инновационный подход, объединяя все это в одном стильном автомобиле. Спасибо за просмотр! Нам очень важно ваше мнение, поэтому оставляйте комментарий. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Ваши лайки и подписки помогают нам развиваться и делать контент еще лучше. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всех автомобильных новинок. Всем удачи на дорогах!